Всем большой приветик, вы на канале Creative Heaven. Ну что ж, дело близится, боже, уже начала всё неправильно, дело близится, короче, у нас к Пасхе, осталось два дня, но, и то я не знаю, наверное, два дня второго она у нас, но мне почему-то в голове третье число забилось, короче, Оксана Хобби красит с Элиной, и, в общем, я решила вместе с Оксаной тоже присоединиться к ней. Тему Пасхи пораскрашивать выбрала 4 раскраски, 3 из них Мария Тролли, ну, Уютный мир это так, дополнение, возможно, в ней всё-таки получится, в Сумеречном саду точно есть, тоже иллюстрации на пасхальную тему, потому что, ну, потому что должно что-то быть, я смотрела сегодня, закладки не оставляла, решила на камеру с вами полистать, почему бы и нет, что у нас тут пасхального, так, опять я что-то не так, да, это же я уже буду нормально снимать, а, ну, вот здесь иллюстрация тоже, птичка с яичками, можно их раскрасить в цвет Пасхи, ну, разноцветными сделать, ну, опять же, здесь фон надо придётся делать, ну, я, как бы, вообще кофе, может, пастелью раскрасить фон, поэтому, да, дальше у нас в Ботаникуме здесь тоже, если не ошибаюсь, слушайте, а такое ощущение, как будто это вот, ну, почти одна и та же иллюстрация, не очень похожа, но это Мария Тролли, естественно, это её стиль, здесь есть иллюстрации пасхальные, тоже видела, и тоже где-то здесь попризости должно быть, сейчас мы посмотрим, где, прямо вот на первых страничках точно было, я знаю, я смотрела, вот, вот эта иллюстрация прям вообще шикарная, причём, кстати, смотрите, разворот, можно вообще даже не выбирать, ну, те раскраски, а вот в одной сразу сделать две иллюстрации, и здесь яйца такие интересные с окрасом, а тут вот вообще с узорами, поэтому однозначно пасхальные, так что, да, здесь вот прям сразу с первых страниц уже понятно, что тут есть тема Пасхи, вот, так что, да, прежде всего, наверное, ботанику, ну, ботанику мы затронуть, но тем более уже, как бы, пора, месяц-то, ну, какой месяц уже пытаюсь её начать раскрашивать, и всё никак, а во временах года здесь у нас весенняя иллюстрация, наводку на неё мне дала Оксана сама, так, сейчас, где-то тут цеплятики есть, вообще я хотела, а нет, это у меня, сейчас-сейчас с вами увидим, вот они, вот эти вот цыплята, вылупившиеся из яиц, тоже можно, в принципе, как бы отнести к этому делу, к этому празднику, в общем, по-моему, больше всё здесь, больше уже ничего, ну, хотя, опять же, нет, вот, кролики, тут вот есть тоже яйцо, можно элементарно раскрасить, тем более весенняя, да, иллюстрация, есть яйцо, верба, всё, как бы, относится к Пасхе, поэтому, ну, к весне, к Пасхе всё относится, тех же самых, вот, зайчиков, кроликов, тоже нужно раскрашивать, поэтому, конечно же, можно приурочить к этим праздникам, так что, да, что-то сейчас я, короче, из этого выберу и начну раскрашивать, и потом, если что, я вам покажу, что же я крашу, обязательно включусь, покажу всё, ну, что ж, короче, я выбрала, первым делом делаю иллюстрацию, это Ханна Карлсон, не стала пока цыплят раскрашивать, возможно, раскрашу, не знаю, либо я, может быть, её просто начну, но это не точно, сейчас, наверное, её не открою уже, ну, в принципе, я её покажу, от тех вот цыпляток, может быть, но хотелось бы, конечно, акварельными карандашами, потому что цветы мне нравятся всё-таки больше акварельными карандашами раскрашивать, нежели чем-то другим, ну, либо акварелью, но акварель я пока не хочу доставать, сейчас я крашу лирой, мне удобно её, что, достал здесь сразу 72 цвета, вот так-то у меня сделано, выкраска готова лежит, крашу лирой, короче, мне единственное, что не нравится в лире, она, может быть, неплохая, но почему-то слишком она как-то уж, знаете, блин, хотел сказать, быстро ей, как всегда, получилось не так, как хотела, она пигмент слабо отдаёт, то есть нужно прям либо очень много наслаивать, либо прям нужно нажимать сильно на карандаш, чтобы раскрасить, осталось, в общем-то, немного, да, 4 детали раскрасить, но мне так не хочется вот их красить, баночку не хочу красить, стекло не особо умею раскрашивать, хотя у меня есть идея, как раскрасить его, вот, хотя даже, наверное, баночку будет очень просто раскрасить, вот, не люблю вот эти вот вещи, не умею я пока камни красить, поэтому для меня это самое такое нелюбимое, может быть, просто жемчугом, как его, закрасить, замалевать, либо каким-нибудь маркером, как его, металлик или карандашами металлическими, просто закрасить и не париться, не буду сильно заморачиваться, вербочку раскрасила в сером цвете и пушок я и делаю вот этой вот ручкой, плохо на карандаше, именно на лире очень плохо ложится эта ручка, вообще, на самом деле, она очень хорошая, жирно пишет, закрашивает хорошо черные детали, поска с этим плохо справляется, мне не нравится поска в этом плане, а вот гелевой ручкой, но наоборот, кстати, хорошо то, что она плешивит, потому что получаются тоненькие волосинки такие, да, на вербе нарисовать, и это даже очень хорошо, ну, пока что, в общем, так продвигается, это мое дело, сейчас еще не определялась с второй иллюстрацией, доделаю, наверное, скорее всего, быстренько сейчас вот эту, закрашу уже так, лишь бы закрасить, так скажем, потому что все-таки времени мало, сильно не разгонишься здесь, многое не сделаешь, качественно не раскрасишь, так скажем, так что пока что так моя работа обстоит. Ну что ж, у меня весь день длится творческий процесс, ну, как весь день, я в 2 часа ночи встала, пока что-то выбрала, посидела, пока сняла, ну, и где-то часов в 5-4 ночи я начала раскрашивать на, ну, к Пасхе иллюстрации. Одну работу я уже сделала во времена года, осталось мне сделать вот этого вот пасхального кролика, зайчика, не знаю, с яйцами, осталось чуть-чуть, здесь я крашу Лирой и Лембрандт, и до этого, в принципе, тоже Лирой, по-моему, красила, попыталась добавить мэджик, поняла, что не очень, блендером он тоже плохо растирается, самый хороший получился листочек вот этот вот, здесь я пробовала несколько блендеров, не получилось, поняла, что, короче, либо карандаш блендер нужно использовать, вот этот вот, либо призму, блендер от призмы, короче, вот такой вот у меня получается зайчик. Цветочки вообще почитала, это как бы и на подснежники похоже, и на, забыла, как называется, короче, вылетела из головы, на другой цветок. Так, и в сумеречном саду, в сумеречном саде, блин, я вот до сих пор не разберусь, как правильно говорить, но это я сама почитаю, можете не писать в комментариях, просто никак руки не дойдут. А здесь я тоже вот эту птичку раскрашиваю, конечно, тут не пасхальные яйца, но яйца есть, на Пасху красим яйца, поэтому, в принципе, можно и рассчитывать так. Просто оставшиеся иллюстрации, которые здесь есть, ну, они большие сильно, то есть, можно, я могла бы успеть сегодня начать, завтра закончить, но я бы тогда сделала только одну, ну, эту, не вот эту, а другую иллюстрацию, которая здесь есть тоже пасхальная, но сейчас не найду их. Вот, поэтому я остановилась на этом выборе, осталось чуть-чуть. Здесь я уже полихромосы добавила к лире, потому что на цветочек в лире как-то красные оттенки не подходящие. Они в основном либо прям бордовые, темные уже, уходящие в коричневые, либо уходящие в розовый, по-моему, что ли, что-то такое, короче, не очень. Поэтому вот, ну, три иллюстрации, я думаю, осилю. Ну, если вдруг даже не будет желания уже после этого зайчика раскрашивать что-то другое, то тогда едве, в принципе, тоже хватит. Так, что еще хотела сказать? Здесь опять верба присутствует, блин. Я только ночью красила вербу, уже надоело, не хочется. Хотя у меня еще есть в какой-то раскраске отдельно вербочка, причем не одна даже, кстати. Хотелось бы ее, конечно, за весенний месяц закрасить, что-то я в апреле не подумала об этом, а надо было. В общем, короче, получается так. Мне понравилась в Ботаникуме бумага. Она здесь шикарная просто. Здесь Лира рисует хорошо, на удивление. Вот такая она яркая. При этом здесь два-три наслаивания карандаша. То есть в какой-то части два получилось, где-то там три получилось. Поэтому как бы Лира здесь рисует достаточно хорошо. Мне это нравится. Здесь такая... Ой, как же это называется? Даже не то, чтобы рельефная, не фактурная, не текстурная, я не знаю, такая вот она бумага. Как это так объяснить? Короче, вот, знаете, есть как точечки такие. Так, где у меня тут не растерт? А, ну вот, в принципе, здесь. Вот, видите, такой у нее рельеф. Хотя здесь хорошо уже наслаивался карандаш, но если убрать ее один слой, наверное, карандаша, то такие вот точечки, маленькие впадинки в бумаге. И за этот счет здесь удобно было раскрашивать шерсть. То есть я ее особо даже не прорисовывала, потом там добавила чуть-чуть шерстку, но изначально она вот получилась такая полосатая. Ну, это, конечно, не объемная шерсть, ничего такого, но примерные наброски шерсти уже присутствуют в иллюстрации, и это хорошо, так скажем. Так что да, идет у меня дело хорошо. Ну все, я уже, наверное, больше не буду включаться, скорее всего. Ну что ж, я закончила несколько работ. К сожалению, вчера большее время... Короче, вчера не получилось многое сделать. Сегодня тоже идти уже праздновать на праздник. Вчера у мужа был день рождения, сегодня уже второе Пасха у нас, так что поздравляю, кстати, всех с Пасхой. И, короче, две работы я сделала, это неплохо, но могла и лучше. Я могла три-четыре смело осилить, если бы правильно распределила свое время. Плюс, короче, состояние не очень, не знаю, что со мной происходит. Я готова спать сутками, поэтому да, поэтому много работ, видимо, и в этом месяце не будет. Ну ладно, не страшно, это не критично, уже хоть что-то делается, это хорошо. Итак, первым делом я раскрасила иллюстрацию в Ханне Карлсон. Здесь она... Здесь несколько можно было, в принципе, раскрасить. Вот цыплят можно было раскрасить. Потом здесь, сейчас еще покажу. Даже этих кроликов можно было раскрасить, они, в принципе, тоже отчасти относятся к Пасхе. Я раскрасила вот эту вот иллюстрацию. Мне понравилась здесь вербочка, я ее сделала полностью серым и добавила гелевую ручку 100. И после этого, это последнее применение этой ручки, с ней что-то произошло, не знаю что, она перестала подавать пасту. Может быть, там что-то подсохло, нужно будет сделать. Ну, пушинки получилось сделать. Все, в следующей раскраске уже этого не удалось. Здесь Лира прям забивает ручки как-то конкретно так. Поэтому, да, плохо получилось. Вот, фон я пока не стала делать, не знаю. Хотелось что-то интересненького, но пока нет. И да, я забыла, что я не сделала вот эти вот точечки. Но это я уже сделаю после того, как будет сделан тогда фон. Я думаю, что это не сильно повлияет как-то на работу. Вот. Ну, в итогах, наверное, будет видно. Сделала же в итоге что-то все-таки здесь или нет. Ну, естественно, я приступила к ботанику. Ботанику. У меня был задействован в этом месяце. Это хорошо. Здесь красят все вот этого зайца, я думаю, на Пасху сейчас. Ну, я, естественно, не исключение. У меня есть эта раскраска, да, у меня есть работы эти. Поэтому раскрашивала. Короче, здесь вот у меня еще тоже чуть-чуть получилось ручку 100 применить. Прям вот в самом начале на кончике цветочка. И все. И вот тогда она окончательно умерла. Чего я только не делала, не расписывала. И спиртом протирала. И, короче, в общем, ничего не получилось. Поэтому Веру пришлось мне делать гелевой ручкой из фикс прайса. Вот этой вот пушок ей серебристым делать. Ну, у нее ничего страшного. В принципе, блестит. Тоже так симпатично. Что-то типа пушка есть. Вот. Хотела обвести все цветы белым. Мне понравился вот этот эффект. Взяла для этого поску. Что хочу сказать. Гелевая белая ручка в тысячу раз круче, чем поска. Поска вообще не знаю, зачем он нужен, где его можно применить. Это непонятно. Он полупрозрачный. Ложится толстым слоем. Может быть, у меня вот этот пишущий узел, да, слишком толстый. Хотя, опять же, это тройка от 0,9 мм до 1,3 мм. Это нормальный. Короче, в общем, не знаю, в чем проблема. Вот он, видите, все равно такую полупрозрачность дает. И уже, кстати, особо здесь не стирается. Может быть, что-то попробую сделать. Также потом попробовала сделать, затемнить края листочку. Тоже нифига не получилось. И, короче, в итоге думаю, ладно, все, короче. Оставляем так. Пока тоже без фона. Думала, что сделать на фоне. Ничего в голову не пришло умнее, как облака. Облака взяла, скачала трафарет и вырезала. Поняла, что, блин, если делать облако, значит, надо полноценно небо и все остальное. Времени на этого нет. Поэтому, да. Короче, такая вот получилась на данный момент иллюстрация. Слишком начала в конце заморачиваться. Можно было не заморачиваться и было бы намного лучше. Получается, что вот две работы у меня закончены были. По... Такие-то две работы у меня получились. И в сумеечном саду я начинала красить вот эту вот иллюстрацию. Я ее не докрасила, к сожалению. Может быть, в принципе, у меня еще есть времени час. Как бы, если я еще ее за час осилю, ну, было бы хорошо. У меня была идея вообще забрать, короче, три раскраски взять с собой к родителям. Там за столом, допустим, посидели. Если стало скучно, ушла, докрасила там, пришла, посидела, опять ушла, докрасила. Там же снять ролик была идея. Ну, не знаю. Нет, наверное, это будет некрасиво. Такие были у меня работы. Всем большое спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Заходите к Оксане, смотрите ее работы. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok